В эти минуты в Ярославле начинается церемония прощания с хоккеистом «Локомотива» Александром Галимовым. Он скончался накануне в Московском институте хирургии имени Вишневского. Ну а минувшим вечером в буфе состоялся матч за кубок «Локомотива». Так в память о погибших хоккеистах назвали стартовую игру, открывающую новый сезон чемпионата КХЛ. Обладателем трофея стал местный клуб «Славата Юлаев», обыгравший подмосковный «Атлант». Они уже встречались 7 сентября, но из-за трагедии под Ярославлем игру было решено перенести. Репортаж Азамата Салихова. Билеты на этот первый матч чемпионата, который должен был состояться 7 сентября, так никто и не сдал. Спустя пять дней после жуткой авиакатастрофы под Ярославлем болельщики пришли уже не на матч открытия, и вовсе не за зрелищным хоккеем между чемпионом и финалистом плей-офф, а чтобы снова и снова выразить слова поддержки родным и близким погибших хоккеистов «Локомотива». Матч за кубок открытия, переименованный в кубок «Локомотива», начался не с торжественной церемонии, а с минуты молчания. Просим почтить память погибших в авиакатастрофе всех членов хоккейной команды «Локомотив» минутой молчания. Многотысячная Уфа-арена вспомнила всех поименно. На траурной доске еще не было фамилии нападающего «Локомотива» Александра Галимова. Все болельщики до последнего надеялись и верили, что он сможет выжить. Сегодня еще Галимов умер, это вообще очень тяжело сегодня. Зрелище никто не ожидает. Просто поклониться команде «Локомотив», команде, которая из года в год была впереди. Мы потеряли очень сильную команду. Она достойна была победы в этом году. Цветы и поминальный свечек уфимской арены несли все эти дни, а сегодня многие болельщики повязали на руки траурные ленты. Точно такие же появились и на игровых майках хоккеистов. Их игроки не снимут, пока в Лиге не появится обновленный «Локомотив». То, что профессиональный хоккей в Ярославле будет возрожден, подтвердили и руководители КХЛ. Лига открыта к любому варианту. Мы готовы «Локомотив» поддержать в полном объеме, как финансово, так и организационно. И игроками тоже, и клубы выступили с такими предложениями, да и игроки тоже. Впервые матч начинался при полных трибунах, но в абсолютной тишине. И только к середине на льду снова закипели хоккейные страсти. Проигрывая по ходу матча 0-3, Салават Юлаев смог вырвать волевую победу «Атланта» и закончить поединок со счетом 5-3. Я обещаю, что, в принципе, все мы будем помнить их, какими они были. И если понадобится от нас какая-то помощь, от команды, от всех ребят, то мы, безусловно, откликнемся. Я там начинал играть, я много лет провел там, и всех знал ребят. И новых игроков, которые подписаны были, и тренерский состав. С некоторыми ребятами я по 7 лет играл в одной команде, конечно, это тяжело. Первую игру атмосфера такая была, какая была. Она еще очень тихая для хоккея, но очень тяжело было играть. Но еще хуже было, что мы начали хорошо и потом проиграли. Свою победу уфимцы посвятили погибшей ярославской команде. Многие из них знали ребят из «Локомотива» не просто по работе. Кто-то играл вместе в сборной, кто-то дружил семьями. Память о лучшей команде КХЛ теперь навсегда не только в сердцах миллионов болельщиков. О них напоминает кубок «Локомотива», который отныне будут вручать победителю первой игры нового чемпионата. Азамат Алихов, Сергей Шелепин, Зимфир Абзалов и Мурат Зарепов. Вести. Уфа.